Я в городе Нью-Йорк, что для нас такой большой, вот это огромная честь. И потом, вот что буду беседовать с этими людьми, вот это просто для меня что-то. Потому что вот Евгений Водолазкин, один из моих авторов, вот Владимир Шаров, это писатель, которого переводит мой друг и коллега Oliver Reddy. И вот Дмитрий Петров знает какое-то огромное количество языков, а я только русский и английский. Так что это удовольствие для меня с ними беседовать и перед вами, тем более. Я могла бы весь вечер, наверное, считать все их премии, языки и так далее, но предлагаю просто вместо этого сразу начать. Вот разговор про литературу, историю, язык и время. Вот наша тема. И вот хочется, наверное, начать. Вот я сейчас читала роман Шарова, Владимира Шарова «Будьте как дети». И вот тут очень интересно, потому что вот сразу очень много из наших тем в одном предложении. Вот все в одном флаконе, как говорят. Вот это просто одно предложение, я прочту. «Слова», — говорил он Крупской, — «были, есть и будут суррогатом, ложью, вернуться в тот мир, что дал человеку Господь, мы сможем только от них отказавшись». И вот я это выбрала и вырвала на самом деле из контекста из-за «были, есть и будут». И, конечно, из-за слов вот этих. Потому что вот это главное у нас сегодня. И вот если начать со слов, мы, наверное, начинаем с Дмитрием, потому что он психолингвист. И мне бы очень хотелось от него узнать, вот как он сейчас видит, поскольку он изучает перемены в языке, особенно в современном русском и в современном русском литературном процессе и языке. Вот какие вы видите тренды, вот видите вот такое русское слово старое, вот тренды, тенденции, перемены и влияние, может быть, тоже. Добрый вечер. Можно сказать, что все процессы, все тренды, которые происходят в современном мире, обладают одной тенденцией. Это сплошное ускорение, ускоряется всё. Ускоряется развитие общества, ускоряется развитие технологий. И, конечно, это не может не отразиться на языке. Так как я в силу своей профессии занимаюсь методикой изучения разных языков, в том числе и русского, вот там тоже среди, скромно стоит на этом рояле учебник русского для англоязычных людей. Психолингвистика – это то, что происходит на стыке между явлением языка и тем, что происходит с менталитетом людей, с тем, как люди воспринимают современный мир, окружающий мир. Надо сказать, что русский язык за последние 20-25 лет претерпел и продолжает претерпевать очень серьёзные изменения. И можно выделить три основных тренда. Первый – это то, что в России или, скажем так, на постсоветском пространстве сменилась политическая, экономическая система. Это привело, во-первых, к очень серьёзным переменам в лексическом составе языка и в какой-то степени к разрыву между поколениями. Потому что люди, которые родились 20-25-30 лет назад, иногда не улавливают, не просто не знают реалий, но иногда не понимают какие-то отсылы, какие-то идиомы, какие-то реалии, которые для людей более старшего поколения абсолютно привычны и понятны. Это объективная реальность, такой слом эпох, можно сказать. Вторая тенденция – это очень такое явление понятное и глобальное – это технологии. То, что сейчас люди совершенно иным способом общаются по сравнению с предыдущими эпохами, не может опять-таки не отразиться на языке. Буквально на наших глазах исчезла культура написания писем. Люди больше не пишут письма. Люди, особенно более молодого поколения, взяли на вооружение совершенно иные способы коммуникации. Это электронная почта, это СМС, это всевозможные социальные сети, в которых общение сейчас происходит. Это имеет колоссальное влияние на современный язык. И третья – это новая, если можно выразиться, культурная революция. Восприятие мира у новых поколений существенно отличается от восприятия мира их родителей. Ну вот есть такое понятие, как клиповое мышление. Современным молодым людям трудно, например, воспринимать, ну не скажу про всех, но достаточно большому количеству старое кино, затянутые сцены. Им трудно воспринимать длинные, долгие описания в художественной литературе. Но, так как я преподаю в университете, и преподаю достаточно давно, я наблюдаю определенные тенденции восприятия мира, и в том числе литературы, молодыми людьми. Если в конце 90-х, в начале 2000-х годов состояние восприятия со стороны молодых каких-то литературных, творческих продуктов было, прямо скажем, плачевным, иногда даже возникали печальные мысли о деградации всего и вся, то сейчас я начинаю испытывать некоторый оптимизм. Вот последние годы, ну я могу это судить и по своим студентам, которых достаточно много, и по своим детям, которых тоже несколько, они возвращаются к литературе, они начинают читать те книги, которые читают их родители. То есть, если лет 10 назад был совершенно резкий, чудовищный разрыв между тем, той культурой, которую воспринимали отцы и дети, сейчас это немножко нивелируется. Сейчас родители и дети опять читают одни и те же книги, и это не может не радовать. Что касается языка, вот это и клиповое мышление, и торжество технологической революции воздействует в языке на всё, в том числе на грамматику, я не говорю уже о лексическом составе. Ну, например, мы буквально вот за последние десятилетия расстаёмся с такими явлениями русского языка, как причастие, идеи причастия. Мы, но те, кто занимается психолингвистикой, проводим статистические исследования, исследуя, скажем, разговорную речь современного русскоговорящего человека. Вот за 20 лет использование причастия сократилось в 30 раз. То есть мы больше не говорим люди, сидящие в этом зале, мы говорим люди, которые сидят в этом зале. Вот такие интересные наблюдения. Что касается изменения лексического состава, конечно, обилия заимствований не всегда оправданных, которые связаны с заимствованием реалий в сфере технологий. Но я не вижу в этом такого абсолютно какого-то негативного явления, потому что если мы верим в то, что наш язык великий и могучий, то уж наверняка он всё, что ему нужно, он освоит, переварит и абсорбирует, включит в себя, в свой лексический состав. Всё, что ему не нужно, он отфильтрует и выбросит. Поэтому мы замечаем, что даже слова, которые входят не то, что за последние десятилетия, а за последние месяцы, мы знаем такие технологические явления, как селфи, например, русский язык обволакивает эти корни, которые взяты из английского, чаще всего языка, своими приставками, своими окончаниями. И мы говорим, там, смс-ка, перепостил, ретвитнул. Это уже воспринимается абсолютно как природная часть современного разговорного русского языка. И когда иногда звучат, особенно в академической среде, такие панические мысли по поводу того, что вот, надо противостоять засилью иноязычной лексики, я всегда напоминаю пример ещё одного великого, могучего языка – английского. Напоминаю, что в английском языке 70% лексики взяты из французского или из латинского. И ничего переварил. И сейчас, когда мы пользуемся английской лексикой, мы её воспринимаем, мы забываем, откуда она изначально происходит. Поэтому я считаю, что язык – это живой организм. Он иногда болеет, может умереть, может выздороветь, но он обязательно должен взаимодействовать, общаться с другими языками, которые присутствуют на нашей планете. И в этом взаимодействии, в этом общении его сила. Не могу, будучи самым переводчиком, не отметить великую роль профессиональных переводчиков, которые в своё время, говоря словами Пушкина, служат такими почтовыми лошадьми прогресса, переносчиками, в хорошем смысле, идей, эмоций, каких-то взглядов на мир, на окружающую реальность. И, конечно, сам тот факт, что мы продолжаем знакомиться с помощью перевода и желательно, конечно, и с помощью освоения каких-то языков с теми проявлениями творческого духа, который никогда не убывает, который всегда есть, который всегда присутствует. Это говорит о том, что вот это природное, присущее человеку любопытство, дает нам надежду на то, что язык не умирает, не становится более примитивным. Русский язык пережил многие потрясения, такие турбулентные периоды своей истории. И вот благодаря, в том числе, тем людям, которые сидят за этим столом, будет жить и дальше. Спасибо. Вы действительно обрадовали, по-моему, нашу публику. Вы говорили про живой организм язык, и хочется сейчас немножко на другую тему, юродство в книгах, в романах. А, вот, извините. Всегда мне говорят, что у меня голос такой громкий, так что я привыкла без микрофона. Вот и Евгений, и Владимир пишут про юродовых людей в своих романах. Так что мне бы очень хотелось у них спросить, вот, про то, как у них юродовые общаются, во-первых, потому что у них речь отличается достаточно сильно от обычных людей в этих романах, хотя вот некоторые, например, у Евгения не говорят, или говорят одно и то же слово постоянно. Но как это юродство в этих романах отражает миры в ваших книгах и ваши сверхзадачи, если можно это сказать? Не знаю, вы... Ну, я могу начать. Я вообще так нахально обычно держусь, когда дорываюсь до микрофона. Нас попросили, чтобы была некоторая драматургия, вот, которая... Ну, должен быть спор, ну, в общем, в хорошем случае драка. Вот. Мой хороший друг и почитаемый мной человек Дмитрий, мне очень сложно было. Но мы решили так. Он будет прогрессивным, а я буду реакционным. Вот, если позволите, я сразу скажу что-то... Еще есть центристы. Да, есть центристы. Но на самом деле все это не так серьезно, потому что в следующий раз мы меняемся ролями, потому что надо практиковаться и в том, и в другом. Вот. Что касается переводчиков. Дмитрий, ты знаешь, как я уважаю переводчиков, но сколько они сделали звать для русского языка. Ведь хороший переводчик – это тот, кто прежде всего знает свой язык, а не язык... Ну, то есть, неплохо знать язык, с которого переводишь. Но вот я приведу только один пример. Шокировать. Вот сейчас у нас говорят... Я слушаю репортаж из Англии и говорят, какая-то катастрофа, на место катастрофы прибыла королева, и она была глубоко шокирована увиденным. Это абсолютное бесчувствие к своему языку. Дело в том, что слово «шокировать» было у нас заимствовано дважды. Первый раз оно было заимствовано в конце XVIII-го, начале XIX-го веков из французского «шоке» – быть пораженным чем-то не очень приличным, каким-то неприличным словом, жестом, явлением. А есть английское «to be shocked». Это переводится как «быть потрясенным». Так вот, разница между тем, что происходит, когда человек шокирован, и тем, когда он потрясен, очень велика. Когда говорят, что королева была глубоко шокирована, это перевод английского «she was deeply shocked». Она не могла быть. Если бы королева говорила по-русски, она бы сказала, что она потрясена. Вот это другое значение. И вот два значения, которые переводчики часто не чувствуют. и английское «shock», они переводят как «шокировать», хотя «шокировать» уже заняло свое место и обозначает совсем другие вещи. Я к чему говорю? К сожалению, не все наши переводчики имеют ту же квалификацию, что Дмитрий. Сейчас переводят… Я знаю, есть люди, которые переводят сначала гугловским переводчиком, а потом как-то гармонизируют тот ужасный текст, который появился. Это не шутка. Это не шутка. И что касается заимствований. Да, язык действительно переварит все, что угодно, это так. Но у языка есть своя мелодика. И есть, вот как ты правильно сказал, абсолютно не мотивированное заимствование. Но зачем нужен дайджест, если есть обзор? Зачем куча других слов, когда… То есть надо понимать, что это разные системы, и система, в общем, должна быть консервативной. Это не значит, что надо бить по голове всякого, кто говорит дайджест. Нет. Просто нужно понимать, что есть в родном языке своя музыка, ее надо хранить. Теперь, что касается юродства. Вот. Мы тут все немножко юродивы. Собственно, поэтому принцип у нас Евгений Николаевич отбирал здесь. Вот. Степень юродства проявлена в нас больше, чем в других писателях. Да мы и пишем. Вот. У меня жена специалист по юродству. Она смотрит на меня, в общем, и поэтому она так успешно и работает. Юродство, на самом деле, это, если вот всерьез говорить, это не только эксцентрика. Это очень глубокое религиозное явление. Это та святость, которая стесняется самой себя. святой, который не хочет, чтобы знали, что он святой. И этот человек, который, как сказано в одном песнопении, днем во дни он оба посмеяхся миру, а ночью оплака и днем он посмеялся над миром, а ночью его оплакал. Речь идет о том, что смеяться над миром, наверное, имеет право тот, кто может его оплакать. Как Гоголь, например, мы вспомним его выражение о видимом миру смехе и невидимых миру слезах. Еще одно песнопение говорит о эродивах, что эродивы безумием мнимым, безумием мира обличили. то есть это мало быть безумным, надо иметь какой-то духовный багаж. А что касается эродства, то в литературе действительно мы пытаемся как-то отражать это явление. У меня есть несколько эродивых, причем я не выдумал их, они действительно существовали только не в Пскове, как у меня в Лавре, а в Новгороде. Эродство часто сопряжено с молчальничеством. Эродивы часто молчат, эродивы ходят босиком, часто нагими. Эродивы, кстати, и называли нагими иногда, что в условиях русской зимы, конечно, занятие тяжелое. Но эродивый, он сродни пророку, а пророк, как известно, имел две функции. Первая и главное это обличать. Обличать грехи, обличать власть, обличать неправедность общества. И, наверное, даже скорее уже вторая, это предсказывать. Это очень интересное явление. Я мог бы очень много говорить, но есть еще Володя, который не меньше меня знает о ее родстве. Скажу только одно. Вот он как раз и молчит. Да, он демонстрирует пока это качество молчальничества. пока я отвечаю за слово, он за изображение. Но что интересно, чем я хотел бы закончить. Ошибочно думают, что эродивыми были только люди на Руси. Это так и не так. Во-первых, были в Византии, в других странах православной культуры. Но что интересно, очень много русских юродивых по происхождению были иностранцами. Это были немцы, французы, итальянцы. Видимо, они чувствовали, что в этой земле их поймут. Вот на этом я передаю слово Володе. Спасибо. Мне вообще было очень интересно все слушать, потому что если я что-то знаю, то опытным путем. А всех этих вещей, все эти вещи для меня абсолютно вновь и очень-очень любопытны, потому что я в общем совершенно согласен с Дмитрием. Мне кажется, что язык самоочищающая река, ничего лишнего. Он себе не оставит, может быть, что-то возьмет сразу, а потом шаг за шагом все, что не нужно, выпадет в осадок. И даже слова, которые изначально кажутся, что они лишние, ненужные, в общем непонятно зачем они пришли в язык, просто жизнь усложняется со страшной силой, и беспрерывно усложняется, и расходятся значения, и понятия, и заимственное слово, значит, берет какую-то часть общего понятия, в общем, они как-то, значит, делятся, как семья делит наследство, так или иначе, и в общем, значит, продолжает жить дальше. я сам не пользуюсь сленгом, я очень люблю и сленг, и люблю заимствовать, мне кажется, что это все только, значит, все и всегда во благо. сленг, в общем, ну вот самые какие-то красивые и замечательные вещи, и самые емкие, и тонкие, и умные, это сленг, на мой взгляд, мне, конечно, надо было бы спросить мнение специалистов, но это сленг, там, 16-го, 17-го, 18-го века, который совершенно никем и никогда не воспринимается как сленг, которые, вещи, которые вошли в язык и стали уже абсолютно естественной необходимой частью всего этого дела. А это то, что касается то, о чем я думал, когда слушал, когда говорил о языке Дмитрия и Жене. Что же касается ее родства, тут я полностью Жене согласен никаких? Тут спора быть не может, но еще я хотел бы такую одну вещь сказать. Вообще мы все крайне или почти все крайне компромиссно настроены. И, в общем, мы верим по большей части в то, что в огромное воздаяние и вообще жизнь уже после нашей земной смерти и так далее. Но живем, в общем, как будто этого нет или есть большие сомнения, что это есть и будет. Но есть некоторые люди, которые живут так, как будто вот эта земная жизнь только и с начала и до конца и доля страданий и довольно короткий испытательный срок перед жизнью вечной, и вся их жизнь выстроена этим. И, строго говоря, весь их быт и вообще представление о том, что в этой жизни имеет смысл, от чего в этой жизни никакого смысла не имеет. Они абсолютно строгие и не допускают никаких компромиссов и сделок. И на каком-то этапе истории эти люди в общем начинают вести за собой значительную часть страны, иногда и большую часть страны. Когда обычная человеческая жизнь вообще принятая, она сама собой разрушается. Она разрушается без какой бы то ни было твоей воли. Если это самостоятельный выбор, то когда все рушится, как было например в России во время гражданской войны, когда люди умирали или гибли миллионами и от голода, и от болезни, и от холода, и в общем ничего было сделать нельзя, в общем огромная часть народа начинает понимать, что те, кто так винач смотрел на мир как юродивы, они правы, потому что эта жизнь кончается, и никаких способов ее вернуть и удержать ее на краю нет. И тогда это очевидно тот опыт, который, и поэтому он и сохранялся всегда, опыт юродства, это тот опыт, который абсолютно необходим для понимания нашей жизни и соотношения каких-то вещей, значит, временных и постоянных и так далее. Для каких-то времен он был более необходим, и тогда юродивых на Руси канонизировали, потом, значит, там, я не знаю, с 18 века, насколько я знаю, Женя меня поправит, если ошибаюсь, по-моему, перестали канонизировать, да? Ну, или, во-вторых, единичные случаи канонизировали. Нет, ну, Ксения это совсем недавно. Ксения, да, петербургская, да. Вот, но это тоже. В общем, мне кажется, что все это такие совершенно невыдуманные, а реальная часть жизни, причем очень-очень важная часть жизни, и поэтому, в общем, что мы так или иначе об этом пишем, это не случайно, и даже, скорее, правильно. чем неправильно. К тому, что ты говоришь о жизни, которая разбивается или понимается лучше через юродство, можно вспомнить замечательную строку, ну, почти уродивого Дмитрия Александровича Пригова, жизнь дается человеку на всю жизнь. Да, если можно, тоже добавлю. Я бы сказал, что юродство в разных формах, под разными названиями существовало не только в православном мире, мы знаем, что есть и суфийские традиции, и дзен, есть скандинавские определенные практики, которые очень сходны с тем, что вытворяли юродивые у кельтов. Это фактически была часть культуры. Более того, в средневековой Ирландии из юродивых составляли такой, можно сказать, мистический спецназ и разные короли мерялись своими юродивыми. То есть перед тем, как они приступали к битве, это были люди, которые все пользовались определенной формой языка, то есть юродство всегда проявлялось в языке. Это было не просто язык-метафор, это был, называли его темный язык, язык богов. Они становились на холме напротив друг друга и начинали исполнять то, как это называли, песнь хулы. Обменивались вот этой хулой, и иногда битва не происходила, потому что кто-то признавал, что вот тот, как их называли, филиды или друиды в разных традициях, круче, чем наш, поэтому лучше не связываться. Нет, абсолютно верно. Есть вообще во всех мировых культурах роль, которую можно определить как роль шута в иных случаях. Например, на Руси были скоморохи, но дело здесь в другом. Терминологически и уродиво это очень ограниченное понятие. Это духовный, причем речь идет о православной духовности и там я просто не буду вдаваться в подробности, там очень много, там есть своя традиция очень жесткая. Есть более широкое понимание смеховой культуры, вот у Лихачева замечательная книга Спанченко была «Смех в Древней Руси», где эта культура в более широком смысле описывается, но это не уродство. Это то, что свойственно. Дело в том, что вот этот «Топси-чарвый раунд», «Земля вверх ногами», без этого ни одна культура не может существовать, потому что культура должна становиться иногда на голову, чтобы понять и дрогать ногами, чтобы понять саму себя. Выбиться из стереотипа. Да, 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 она должна иногда изблевывать, простите за выражение, изблевывать из себя лишнее, то, что ей не свойственно. И, например, часто это принимает форму авангардных каких-то текстов или в общем говорить, что это не нужно или что это как-то вредно, это глубокое заблуждение. Все эти вещи, они очень важны для культуры, также, скажем, как был важен, чрезвычайно важен постмодернизм, которого, кажется, уже нет, но он был жизненно необходим для культуры. Культура должна была немножко посмеяться над собой, она стала слишком серьезной, она, слова обросли таким количеством коннотаций, что писать стало невозможно. и вот стало происходить землетрясение, стали появляться люди, которые просто высмеивали эти тексты, эти слова, и слова очистились, теперь снова можно работать. Как выводите? Да, я полностью согласен. Согласие, это всегда хорошо. Давайте тогда сейчас, наверное, самый момент перейти на историю, потому что я заметила на фейсбуке кто-то меня зафрендил и один из моих френдов что-то перепостил, наверное, про литературные мастерские. Что шокировало многих фолловеров. Нет, но Евгений будет читать лекцию на тему насколько реальна реальность в литературе. Это верная информация? Он вспомнил, хорошо. Я забыл, я буду читать. Но это как раз очень хороший вопрос, потому что вы пишете, вы историки, медивисты, я сижу между двумя. Можешь загадывать желания. Да, 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 приятно. И, значит, мне интересно на самом деле как вы к этому относитесь, потому что действительно вот как, насколько реальна реальность в литературе. У вас на самом деле книга не исторический роман, а я не знаю как. Владимир относится к этому. Давайте. Да. Ну, да, надо же, вот эта лекция, насколько реальна реальность в литературе, это мой хороший друг Майя Кучерская попросила меня выступить в ее школе писательского мастерства. Вот, она основала эту школу, которая очень успешна, вот это тоже, кстати, картинка замечательная современной России, первый набор, там было 40 мест, заявлений было подано 400, вот так в России хотят писать. Что касается реальности, видите, это очень важный вопрос, то, что до некоторой степени разграничение реальности и нереальности это сейчас в наше время разграничение между литературой и нелитературой. Это очень хорошо выражено в английском названии литература fiction, вот, а в немецком там вообще очень хорошее разграничение, там есть fictiveness, это то, что выдумано, и fictionalis, это то, что пишет, то, что повествует о выдуманном. Так вот, вот, fiction, выдуманная литература, это явление нового времени. Много веков до этого литература была невыдуманной, она была литературой реального факта, даже если она была реально выдумана. Дело в том, что в Средневековье существующее часто отождествлялось с должным. И таким образом, почему не было художественного вымысла в Средневековье? Потому что вымысел это ложь. Средневековые люди очень строго следили за этими вещами. Вымысел появляется только в новое время. и вымысел становится неожиданным образом синонимом художественности. То есть то, что вымышлено, то и художественно. Хотя это абсолютно неравные величины. Но вдумаемся в вымышленную реальность такой оксюмарон. Дело в том, что она все равно реальна. это реальность взятая другой нарезкой. Это что-то, что было. Человек выдумывает очень редко. Как говорил Лесков, я не выдумыватель, я собиратель сюжетов. Казалось, что Лесков такой фантастический писатель часто. Дело в том, что писатели собирают реальность. они ее просто переносят из одного места в другое, а именно в свой роман. Но сейчас мы на пороге очень интересной эпохи. Сейчас реальность литературы за все века нового времени, новое время, время это то, что в английской терминологии обозначается как modernity. Вот сейчас реальность художественная себя исчерпала. она девальвировалась. И что начинается, какие процессы в литературе? Начинается симуляция реальности. Начинается и это замечательные, на мой взгляд, писатели этим занимаются. Лимонов, Давлатов, Давлатов, как мы знаем, неоднократно описывает одни и те же события и всякий раз по-разному. И видимо, это не вполне реальность. Вот мой хороший приятель Андрея Ствацатуров. Появляется образ автора, как бы псевдо автор, который рассказывает якобы о себе. Дело в том, что нон-фикшн постепенно становится фикшн. Литература распространяется на не литературу. Если мы посмотрим, кому дали последнюю Нобелевскую премию, а именно достойному автору Светлане Алексеевич, каков был главный камень преткновения при обсуждениях этой Нобелевки. Часть вполне почтенных писателей и критиков говорили, она же не писатель, теперь все будут во всем мире думать, что это в России называется литературой, но штука-то в том и состоит, что то, что еще вчера было не литературой, становится постепенно литературой. И вы знаете, даже само слово реальность и реализм вдруг оказались реабилитированы, хотя еще недавно они были в писательской среде почти под запретом, по крайней мере в среде интеллектуалов. А теперь есть четыре группы писателей, которые называют себя реалистами в России. То есть я не буду вдаваться в эти подробности, но для нас здесь главное то, что реализм реабилитирован. И вот постепенно литература возвращается если угодно к средневековому виду, когда она была еще не литературой. Это, конечно, метафора, это в каком-то смысле бон-мо сказать, что литература возвращается в средневековое состояние, но некоторые черты, и вот в частности напряженное внимание к реальности, оно очевидно в нашей современной литературе. Ну, мне кажется, что вообще да, мне кажется, что всякая значит хорошо сделанная литература, она абсолютно реалистична. Мы пишем, как тоже мне представляется суть и смысл тех событий, о которых мы пишем. Ну, есть, скажем, библейский текст, есть та или иная библейская строка или стих, и он с годами обрастает все большим и большим количеством комментариев. И эти комментарии абсолютно истинные, потому что это комментарии времени, которые так или иначе, как камушек во рту крутит эту самую строку и по-другому понимает ее вкус, по-другому понимает ее смысл, потому что само время вмешивается здесь, и так или иначе целиком и полностью все это формирует. И вот шаг за шагом мы начинаем понимать вообще, что мы прочитали. И этого смысла все больше и больше, потому что у всех у нас разная жизнь, у всех у нас совершенно разный опыт этой жизни, разные вещи нам кажутся важными и второстепенными, это тоже все бесконечно текучее, и все тоже бесконечно подвижно. Поэтому это в сущности нескончаемые, никогда нескончаемые и должна быть окончена работа. Этих комментариев все больше и больше, и строго говоря, это есть мы, есть культура как-то таковая, потому что только в этом время остается, она больше нигде и никаким образом не фиксируется и не остается ни в каких архивах. А вот то, что мы смотрели на одни и те же, ну вот пока библейская культура в мире живет и существует, вот две тысячи лет мы сквозь призму этого текста смотрим на все, что происходит в мире и что происходит лично, конкретно с нами, с нашими близкими и понимаем шаг за шагом и каждая картина, я имею в виду живопись и каждая, и каждый литературный текст и каждое стихотворение есть вот такой комментарий, и мне кажется, что это все абсолютно реальность и как бы ни казалось нам, что какие-то вещи выдуманы или не могли быть вообще. Бывают, но редко, как говорил Гоголь. редко, да. По поводу того, насколько реален реализм и насколько текст, может, литературный текст может описать реальность, вероятно, сейчас мы видим возвращение не просто, скажем, к эпохе средневекового восприятия, а гораздо дальше, гораздо глубже. Вот в культуре австралийских аборигенов есть такое понятие время сновидений, dream time. Это, носители этой культуры, это не отделяется от реальности. То есть, когда они говорят о, когда они рассказывают свои мифы, когда они реализуют свое фольклорное восприятие реальности, они не отделяют окружающий их мир от вот этого самого времени сновидений. И, вероятно, то, что мы видим сейчас, это человек человечества и пишущий человек, пройдя через столько стилистических трансформаций возвращается к еще более глубокому архетипу, который изначально побудил и продолжает побуждать человека к творчеству, к литературному творчеству. Наверное, уже время вопросов. А у меня еще куча вопросов, но я думаю, что может быть еще один вопрос? Может быть сразу тогда перейдем к переводам, потому что это очень, мне кажется, интересный вопрос. тем более, поскольку и два переводчика сидит, два переводчика сидит, два автора и вас переводят, так что есть некий опыт в этом деле. И тоже, поскольку все это происходит в рамках программы Read Russia, что поддерживает очень сильно переводы с русского на разные языки. Вот самый, наверное, интересный вопрос для меня здесь, это как отличаются разные переводы. Я знаю, например, что Евгений говорил о том, что итальянский перевод Лавра не там нет старого языка, потому что я не знаю, сколько из вас читало роман Лавр, но там есть небольшой процент, небольшой процент текста, это старые слова архаика, и в итальянском переводе таких слов нет, потому что есть особые причины, и Евгений может об этом поговорить, и я уверена, что у Владимира тоже были разговоры интересные со своим переводчиком про вещи, которые надо чем-то по-другому перевести. Так что первое, что я хочу сказать, здесь рядом со мной сидит герой труда Лиза Хейден, она перевела Лавра, это роман, который в общем непереводимый по-хорошему, вот, я был убежден, что никто его никогда не переведет, потому что это сделать невозможно, там жуткая смесь архаики, сленга современного языка, и канцеля Рита, и у меня даже была мысль такая, что, когда я узнал, что будут переводить на английский и на другие языки, сейчас, кажется, 22 уже, я подумал, я создам вариант текста для переводчика, я уберу всю эту муть, значит, все эти вещи, пусть будет ровный текст, потому что, в конце концов, первоначально я собирался работать только с интонацией, что более тонкая работа, но потом решил, знаете, я 30 лет перевожу с древнерусского на русский, и как-то мне досадно было оказаться там без древнерусского языка, в общем, чистое тщеславие, я вот ввел эти тексты, но в чем опасение мое было, в том, что переводчику надо знать не только древнерусский язык, но и собственную архаику, то есть это двойное сальто-мортали, я вчера сказал сальто-мортали, Лиза попросила для английской аудитории объяснить, что это такое, вот, я объяснил, и уже был близок к тому, чтобы показать, но вот Лиза выполнила это дело, и это было совершенно потрясающе, то есть это гениальный перевод, вот я его прочел, я его читал медленно, как пьют хорошее вино, мы с Лизой обсуждали месяцев восемь, такой срок беременности без одного месяца, может девять, может быть даже девять, вот, вообще, надо сказать, нет, срок у меня всего семь-восемь восемь месяцев, значит, это надо было, да, мы вообще с Лизой перешли к опасным сравнениям на встрече в Бруклине, по-моему, то есть в в магазине, да, мы вдруг пришли к мысли, что отношение переводчика и автора это сродни браку, потому что в конце концов я сказал, рождается ребенок, Лиза тут же показал, это книга, речь идет только о книге, вот, тем более, потому что его жена была, да, была моя жена, сегодня она по уважительной причине отсутствует, поэтому я хочу повторить это сравнение во всей красе, вот, так что вот какие отношения связывают нас с Лизой, теперь действительно каждый язык и вот лучше Дмитрий, наверное, в этой аудитории никто этого не знает, каждый язык это система, понимаете, когда переводишь с одного языка на другой, это только кажется, что с языка на язык, ты переводишь текст, переносишь из одной культуры в другую, и здесь мало что поможет, так сказать, если ты будешь знать язык и прочее, мы же не переводим поговорки буквально, мы их переводим другими поговорками, потому что одна система и другая система у них часто вообще нет контакта, вот, и то, что смешно в одном языке, то не смешно в другом, вот, замечательно Жванецкий, Михаил Жванецкий рассказывал, как он приехал в Америку и стал читать свою знаменитую миниатюру «Вчера здесь были раки», может быть, вы знаете, и он говорит, вчера здесь были большие, но по пять, а сегодня маленькие, но по три, и он говорит, что американцы говорят, а что тут смешного, то есть смешно то, что вчера были большие, он их не купил, или в чем тут фишка, и он говорит, и я чувствую, что краснею и теряюсь, и я не могу им объяснить, вот, а когда оканчивается эта миниатюра фразы «Вчера была жаба за рубль, но очень зеленая», вот, он говорит, я смотрю, вся американская аудитория сидит с вытетнутыми лицами, и никто не смеется, вот, вот это показывает то, что некоторые вещи не транслируются из культуры в культуру, и поэтому, когда говорят, вот, что надо указывать переводчику, да не имеет права указывать автор ничего, в этом, в этой битве главнокомандующий переводчик, он видит этот язык, он знает его, и он только, он пишет, если угодно, с самого начала эту вещь, он ее создает по-новому, вот, и, что касается итальянского сюжета, да, в Италии отказались от перевода архаики, почему, потому что там архаика в каждой провинции своя, поэтому, если брать эти тексты, то это будет эффект не архаизирующий, а провинциализирующий, отказались в Сербии от перевода архаики, что меня потрясло, потому что мне казалось, что уж на сербский это очень просто перевести, нет, на самом деле сербский язык сам очень архаичный, дело в том, что для сербов в условиях турецкого ига, для них язык был предметом самосознания, вот, и они очень его законсервировали, несмотря на реформы позднейшее, он не очень отличается, я помню, мы с женой были на пляже как-то на море Средиземном, там отдыхала сербская семья, и мать кричала ребенку, чтобы он не набрал воды в рот, она кричала затвори уста, затвори уста, я думаю, боже мой, это церковно-славянский, вот, и как же тут делать архаику на таком языке, значит, пришлось, сербский перевод мне говорили прекрасен, как мне говорили, что прекрасен итальянский перевод, но каждый язык обладает своей физиономией, своими легкими, своим голосом, и поэтому вот здесь я хочу сказать о переводчиках, просто ну нечто совершенно такое, как выразить свое восхищение, переводчик это не тот, кто сидит и переводит, это тот, кто создает в новой культуре новый текст. Если можно, я рискнул свою версию предложить, почему в итальянском переводе не нашлось эпивалента архаического стиля. Каждый язык обладает не только своей физиономией, физиономией, конечно, тоже, но еще и своим возрастом. Причем существующие ныне литературные языки, ну европейские языки, как правило, ведут начало от либо от одного громкого славного имени, либо от группы таких славных имен. Ну условно говоря, конечно, это все приблизительно. Современный русский язык ведет начало с периода Пушкина. Допустим, немецкий язык Гёте, Гейне, это примерно такое же время, это конец XVIII века. Французский язык это Мольер. Немецкий во многом еще Лютер. Лютер заложил основу, но тем не менее, поэтому про немецкий я не говорю. Немецкий найдется аналог. Итальянский язык гораздо старее. Современный итальянец без труда, без перевода читает Бокаччо, Петрарко, Данте. То есть XIII век итальянский язык уже сложился почти в том виде, каком мы его знаем сейчас. И в то время, как, вероятно, я не знаком с переводами Лавра, хотя было бы очень интересно. Я тебе подарю итальянский перевод Лавра. Вот я тебе обещаю. замечательно. Вот если во французском языке я бы, например, предположил, что можно было бы язык Франсуа Вейона взять, вот это среднефранцузский, английский язык тоже очень постепенно, и мы знаем образцы разных периодов английского языка. Древний английский, средний английский, Чосера, новый английский, Шекспира, современный язык. То есть можно найти какие-то отправные точки. Я тоже незнаком, что выбрала Лиза, может быть, кстати, тоже будет вопрос. В итальянском сложнее, потому что помимо провинциальных, региональных вариантов нет такого разрыва. Современный русский человек без подготовки не прочитает текст 13 века, а итальянец это может сделать. И вот маленький вопрос тогда к Лизе. Что получилось в английской версии? Псевдо средний английский. Я знал. Да, это я, ну, как и Евгений, я, ну, как бы придумала. На самом деле я выбирала слова, ну, как это все сложилось. Лиза, чтобы звучало хорошо. Вот мы с ней обсуждая сошлись на том, чтобы хорошо звучало. Я по роду своей деятельности в общем древнерусским владею в целом. Просто 30 лет я читаю древнерусские тексты, в гораздо меньшей степени читаю современные тексты. Так что у меня есть некоторая профессиональная такая особенность и травма. Тот язык церковно-славянский или древнерусский, я сейчас не буду вдаваться в разницу между ними, которые я использую, он в общем правильный в целом. То есть я мог ошибиться, как ошибился мог древнерусский человек. Но я старался выбирать лексических, то есть из вот этих богатых лексических пластов, где я ковырялся, я старался брать те слова, которые были бы понятны современному читателю. При этом, чтобы они по-честному были древнерусскими текстами. Но вот еще интересно к тому, что Дмитрий говорил с самого начала, когда начинал, что слова меняются. Слова действительно фантастически меняются. Вот, например, слово опасно в XIII веке значило прилежно. Просили сохранить опасно, когда что-то давали на хранение, а поскольку прилежность часто связана контекстуально с опасностью, то это значение перешло. Или слово успех. Вот сейчас вышла интересная очень книжечка Голованевская выпустила, как-то она называется, вопросы, а, азбучные истины. И там она попросила меня написать статью успех. Это энциклопедия такая для подростков. И я как раз написал, что успех в средневековье значило пользу. Было третье значение нынешнего слова успех, success. Но это было не основное значение. Когда строили храм, говорили строим на успех людям, на пользу людям. А потом посмотрите, как получилось. Раз вот это значение успех, культ успеха, то, что вот сейчас так очевидно. И это словечко перешло, так сказать, вот это значение на первое место. И все это надо переводчиком знать, между прочим. Ну я вообще самый, наверное, благодарный переводчиком автор. Я им совершенно не судья, поскольку я не знаю иностранных языков. Отношусь с восторгом и вообще не понимаю, как эта работа делается. Ни в каких, ни на каких этапах и ни на каких стадиях не понимаю, потому что, с одной стороны, переводчику необходимо сохранить ритмику, тексты, музыку, тексты, которые, безусловно, в прилично сделанной прозе всегда есть и существует и никуда не девается, а с другой стороны, за каждым именем и фамилией, если это реально имя и фамилия, тянется огромный-огромный шлейф всякого рода воспоминаний, отношений, изменений, которые есть в твоей культуре, но совершенно этот шлейф еще имя, то или иное имя и тот или иной человек может переходить через границы и распространяться по миру, но шлейф практически никогда не переходит, а все это надо сохранять и не превращать текст в некоторую научную работу с комментариями, со сносками и объяснениями, потому что тогда убивается ритмика подчистую и музыкальный порядок слов, который есть в оригинальном тексте, поэтому как вообще делается перевод, я во всех отношениях не понимаю, я никогда бы за эту работу не взялся, для меня это абсолютное чудо и я не испытываю ничего, кроме благодарности, и Лиза меня пока не переводила, но просто сидеть рядом с ней и слушать, как она говорит по-русски, и значит, для меня огромный подарок, я благодарен. Спасибо большое. Да, я заметила, что он сказал пока, ничего не переводил, тем более, потому что я дружу с Солоровым, Брэдди, который переводит Владимира. У меня абсолютно блистательный переводчик, я перебью Лизу, и я, повторяю, я сам не судья, но люди, для которых английский язык родной, я многократно от них слышал, что полное ощущение, что текст изначально написан по-английски, я просто подставная фигура, возможно, так и есть. Нет, я свидетель, я прочла, на самом деле, его перевод Оливера, Владимира, вот, Before and During, и это действительно очень хороший перевод, и он, и Оливер получил, на самом деле, премию Read Russia за этот перевод, так что, все же знают, что роман был написан Оливером, а Владимир его просто перевел. На русский, с английского на русский, это он делает вид, что он не понимает других языков. Об этом не говорить. Да, ну, вырвалась, просто аудитория хорошая. Да, 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 все свои ягоды. И Оливер, 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 он был, но уехал, очень сложно сказать. Он боялся разоблачения. Да, 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 и уехал. Говори Оливер. Оливер. Оли. Вот, сейчас у нас осталось, по-моему, минут 15, да, на вопросы. Да. Да. Я вопрос, Евгений, вам, пожалуйста. Пожалуйста. Я вопрос, я могу сказать, я была, когда начали писать в будущем книге, то стало, что я не могу сказать. У вас такое, это, как это внутренняя эволюция, это что-то изменение внешнего, в мире, которые влияют на решение. А второй вопрос, я здесь превращала немножко тема, здесь, вот если вы неисторический роман, это ваше мнение. Да. Скажите, а почему вы считаете уважением диспансироваться от исторического романа? Ой, я не люблю исторических романов и даже их не читаю. То есть, можно сказать, что есть великие романы исторические, условно говоря, «Война и мир» это тоже исторический роман, но это «Война и мир». он вышел из своих рамок, из жанровых границ и стал величайшим романом там в истории литературы. Но те романы, которые, особенно, знаете, вот романы любят сейчас по альтернативной истории, как было бы, если бы, вот это все вызывает у меня, точнее, не вызывает у меня интереса. Поэтому я хотел сказать вот эти мне исторический роман. Во-первых, ну, чтобы люди деньги не тратили, книги дорогие, вот, чтобы не искали там у меня разоблачения или альтернативной истории. Меня история вообще интересует, несмотря на то, что я историк по профессии, потому что всякий, даже филолог, который занимается средними веками, он историк. Но история у меня тоже не вызывает большого интереса. Меня интересует, выражаясь по-лермонтовски, не история, а история души. И вообще книга, даже если книга о космосе, о переработке мусора, о прошлом, о будущем, в центре ее должен стоять человек. Если он там не стоит, то все это абсолютно неинтересно, все это можно прочитать в специальных исследовательских статьях. Поэтому, ну просто, чтобы быть честным перед читателем, я назвал его неисторическим романом. Первый вопрос. Почему я начал писать художественные книги? Знаете, этот вопрос мне в какой-то очень хорошей форме задав Лева Данилкин, замечательный наш критик. И мне пришел в голову старый анекдот о том, о Лорде Генри, который до 13 лет не говорил. А в 13 лет он сказал, однако сэндвич подгорел. Ему говорят, почему ты молчал 13 лет? Он говорит, да потому что с сэндвичами все было в порядке. Вот так примерно случилось и со мной. но если понимаете, многие люди идут на филфак, считая, что там могут научить стать писателем. Можно научить гладко писать, но писатель это другое. Писатель может даже плохо писать, а быть хорошим писателем. Это идет изнутри. Это идет какой-то опыт, который возникает обычно не в раннем возрасте. Когда человек дорастает до него, он понимает, что то, чем он занимается, уже не выражает всю его суть. Я любил и люблю исследования древнерусской литературы. Я текстолог, я занимаюсь историей текстов. Так вот в эти статьи мои перестало помещаться все то, что меня волновало по-настоящему. И тогда я начал писать. Кстати, позвольте, я буквально одну фразу скажу еще. Вот я хочу подарить вашей библиотеке, поскольку я из Пушкинского дома, все-таки то, что представляет не прозаическую сторону Пушкинского дома, а научную. Это альманах текст и традиция, который издается совместно Пушкинским домом и Ясной поляной. Вот последний том я вам в вашей библиотеке вручаю. во-первых, спасибо большое за очень интересную дискуссию, хотя я немного разочарована тем, что не так много было сказано о проблеме времени, если человек пришлась. не хватало времени обсуждать время. У меня куча вопросов, но задам я вопрос очень острый. Но я вас спрошу, этот вопрос я задаю в чатой конфронтации, мне действительно интересно ваше мнение. Вопрос такой, у каждого времени свои герои, да, и вот у каждого времени свои юродивые, и поскольку вы много посвятили этому вопросу, вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, можно ли считать современным юродивым вот этого вот художника Павленко, который прибил свои мяч в Красной площади? И мне интересно мнение и Лизы тоже, то есть все что вы думаете по этому поводу? И как вы вы сказывание на интернете или просто если кто-то пришел на Красную площадь и что-то сказал, уже никто не услышит? Как относитесь к такому явлению, как Павленко? Или Павленко? Я все, я забыла. Ну, я могу начать, поскольку я с юродством связан напрямую, хотя ничего не прибивал на Красной площади. Видите, о юродивах сказано, что юродивы делает все, сказано по-древнерусски, бежа славы от человек. Вот в данном случае я не уверен, что он бежал славы от человек. Мне кажется, что он наоборот пытался ее достичь. В этом отношении я не считаю его юродива. пусть ученый сказал так. У меня особого мнения про него нет. Я читала, я знала про его предыдущие акции. как-то есть такие люди, которые занимаются вот этим видом искусства, зная, на что они идут и пусть будет так. Я на самом деле просто я этого вообще не знал, так что мне совсем трудно ответить. Да, мне тоже не кажется, что это юродство. Ну в общем я даже убежден, что это не юродство, но это перформанс. Много было подобных вещей. вот значит еще одна может быть хорошо придуманная, может быть нет. Вообще явно ему было больно. Так что это было подлинное и настоящее, никаких сомнений нет. Я согласен с Евгением, что юродство подразумевает не только форму какую-то некую эпатажную проявление себя, но и какой-то очень высокий мотив, какой-то духовный подвиг. тоже не уверен, что подвиг там присутствовал. А вы можете назвать юродивы современные европейские жизни? Это Евгений наверное знает. Ну сразу кивает на меня. вот ну я не знаю если вам так кажется. Вы знаете юродивых известных вот таких нет. Хотя я видел знаете бывая в деревнях там мало ли где приходится бывать писателя бывают какие-то мужички такие странные. я думаю наверное такой мог бы быть юродивым. Но сказать что я знаю человека который полностью сейчас попадает под определение юродивого я не могу. Вероятно они есть и ровно такие же какие были в средние века но вряд ли они это медийные персонажи. Вряд ли мы видим их на экранах там читаем про них в фейсбуке. Да они перепостят. Ну что вы нет. Жириновский мне кажется очень талантливый человек. вот и но это в сфере совсем другой. Говорят что он вообще очень спокойный владеющий собой человек. Артист. Но просто он может себя мобилизовать в нужный момент. Перформанс опять вы поможете.